На финишной прямой в Чебоксарах продолжают готовиться к европейскому чемпионату по легкой атлетике. Уже известно, что престижные соревнования будут обслуживать более 200 судей. Решаются и другие организационные вопросы, продолжаются работы и на стадионе. Спортивная арена должна соответствовать международным стандартам. Здесь побывали и гости из-за рубежа. Уже через месяц на этом стадионе закипят нешуточные спортивные страсти. Столица республики впервые принимает Суперлигу командного чемпионата Европы по легкой атлетике. В Чебоксарах сразятся за медали сборные 12 стран. В ближайшее время станет известно, кто именно выступит за Россию на этом престижном турнире. А пока на Олимпийском продолжается ремонт. Грядущему чемпионату Европы стадион необходимо благоустроить. Здесь уже меняют старые кресла и покрытие беговых дорожек. До июня планируют полностью обновить и фасад. Подрядчики отмечают, работы будут выполнены в срок. А смотреть спортивную арену в Чебоксары прибыли и члены телевизионной группы. За чемпионатом в прямом эфире будут наблюдать все европейские страны. Причем в республику приедет работать и большая бригада центрального немецкого канала. Они приехали посмотреть, заговориться о технических параметрах, характеристиках. Где поставить камеры, как взаимодействовать, чтобы не мешать друг другу. При этом, чтобы вся Европа увидела не только соревнования, но и красоту города, красоту стадиона. И зрителей, собственно, тоже. В принципе, любая страна Европы, которая входит в соглашение с Евровидением, они могут запросить сигнал. Это как бы у них только контрактами ограничивается. Ну, конечно, в основном будут 12 стран смотреть. Но, в принципе, любой зритель в любой стране Европы может посмотреть. В Олимпийском комитете страны сейчас формируют состав национальной команды. Заявки на участие в турнире уже подали золотые призеры зимнего чемпионата Европы в Праге Екатерина Конева и Елена Коробкина. Своё место сборной досрочно забронировала и чувашская легкоатлетка Анжелика Сидорова. Лидеры дали согласие, но практически все лидеры будут отбираться. Отбор будет происходить на двух стартах. Это команда чемпионата России, которая пройдёт в конце мая в Сочи. И далее, 6 июня, пройдёт на призе Печёнкина и на соревнованиях в Ерено в Подмосковье. И на этих двух стартах будет сформирована команда сборная для выступления в Чебоксарах. Надеюсь, что у ребят всё сложится в плане тренировок, в плане здоровья. И если всё будет нормально, тренировочный процесс вроде пока идёт нормально. Поэтому надеюсь, что будет выступление успешным. На домашнем чемпионате победить необходимо, отмечает главный тренер команды. В прошлом году турнир проходил в немецком городе Браундшвейг. И золотыми призёрами стали его хозяева. Россияне расположились на второй ступени пьедестала. В этот раз сборной страны настроены только на первое место. Я думаю, что будет очень интересно. Приедут сильнейшие европейские страны. Будет честная борьба. И Чебоксары всегда славились своими зрителями, своей поддержкой. Поэтому приходите и болейте за нас. Но по итогам чемпионата Европы будут разыграны путёвки и номеровый старт по лёгкой атлетике. В столице республики определятся первые кандидаты национальной команды. Дмитрий Ковалёв, Андрей Шоуклев и Расиль Мухаммедов. Республика.